Экономические условия достаточно сложные, и естественно, что стрессы в макроэкономике, они сказываются определенными шоками на уровне микроэкономики, это мы все понимаем. Но с другой стороны, если говорить о бизнесе нашего региона, то мы видим, я не говорю сейчас о сырьевом бизнесе, я говорю о всем остальном, значит, он не так привязан к курсу рубля по отношению к доллару, не настолько импортозависим, поэтому глобально сами по себе тяжелые экономические условия, они вряд ли сказываются на отведении бизнеса в нашем регионе. В минувшем году, в 2015, был создан такой определенный, знаете, задел, который, по моим оценкам, позволяет нашему региональному бизнесу пережить это достаточно в неплохих условиях, пережить вот текущий период времени. Кроме этого, необходимо сказать, что с 1 января уже 2016 года действует надзорный мораторий, так называемый, то есть в течение трех лет субъекты бизнеса не будут подвергаться проверкам, да, не будут подвергаться проверкам. Мы сами с вами знаем, что контрольный пресс по отношению к бизнесу, он весьма, так сказать, серьезен, отвлекает много и финансов, и много административных ресурсов. По 2015 году могу сказать, что сумма штрафов, наложенных на бизнес по результатам контрольных мероприятий, порядка 14 миллионов рублей. То есть можно сказать, что и в 2016 году и примерно такая же сумма будет нашим бизнесом просто сэкономлена. Поэтому, ну, я считаю, что вот эти миллионы, десятки миллионов рублей, вот эти налоговые льготы, которые ведь тоже бюджетом обходятся просто вне добор налогов, они дадут возможность, они создали определенную подушку безопасности. И если вот говорить с этих позиций, то это даже наоборот такое определенное окно возможностей для того, чтобы кому-то начать новый бизнес. Поэтому я считаю, что, во-первых, региональные власти очень быстро откликаются на те федеральные инновации, которые принимаются на федеральном уровне. И то, что касается сферы бизнеса, сферы экономики, соответственно, он находит сразу же отклик в определенных законопроектах здесь у нас в регионе. Я, знаете, не... говорят так. Значит, алармисты и паникеры, да, они всегда оказываются неправыми. Поэтому лучше быть оптимистами, мы переживем это время и получим просто новый импульс для развития.